Здравствуйте, меня зовут Айкша Хумасерик Акпарович, я являюсь директором ТО «Имран Агра». В 2019 году между нашим товариществом и фондом проблемных кредитов было заключено соглашение о совместной хозяйственной деятельности с проблемным хозяйством ТО «Ишим Асты», где «Имран Агра» выступала в качестве инвестора этого хозяйства. Мы взяли на себя обязательства по социальной поддержке населения, а именно выдача кормов в качестве материальной помощи для байщиков ТО «Ишим Асты», которые потеряли свои права, выдача хлеба и продажа по 70 дизыбук, разводство питьевой воды для жителей сел «Ишимский монастырь», сохранение рабочих мест, поддержка пожилых людей. Также с целью повышения производительности труда и своевременное выполнение усилий поливных и уборочных работ нами была привлекена высококачественная, высокопроизводительная сельскохозяйственная техника на общую сумму порядка 2 млн. К нами были проведены несколько встреч с местным сообществом, выступающие от имени жителей села. Все замечания и желания местного сообщества будут пересмотрены. Мы создадим фонд, денежный фонд, с целью которого будет повышение благосостояния и благоустройство села. При этом также будет уделяться большое внимание для социального взрослого поселения пенсионера и победы многодетной матери. Мы, жители села Ишимская, которые работаем в данном ТО «Имранагра», написали обращение к президенту Республики Казахстан о том, чтобы оставили у нас в доходе ТО «Имранагра». Вот подписи, которые собрали. Мы пенсионеры села Ишимская, довольны работой ФИО «Агро-Имранагра» и хотим, чтобы он остался у нас. Потому что хлеб у нас самый дешевый по району, пекарня работает регулярно, воду развозят бесплатно. Если раньше платили деньги, то теперь вообще бесплатно. Зерноходы нам дают. Еще на день пожилых каждому пенсионеру была дана рука бесплатно. Поэтому пенсионеры хотят, чтобы Омир Серик остался у нас и продолжал работать. Желаю ему успехов. От имени многодетных мам мы хотим, чтобы остался ТО «Имранагра», директор Альпишев Умир Серик. Потому что он сам многодетный отец и нас поддерживает. Вот у меня ребенок-инвалид, например, выдали бесплатно муку на день пожилых, углем обеспечили, сеном. Это все бесплатно, как бы, помощь многодетным мамам. Я очень довольна, потому что жила и в других местах, там никогда нигде не давали. Поэтому я, лично я и многодетная мама, мы хотим, чтобы остался этот ТО «Имранагра» у Мурсерик. Мы очень довольны, уважаемый президент. Мы, работники пекарни, обращаемся к вам, чтобы оставили ТО «Имранагра». Мы печем хлеб и продаем его по 70 тенге. Против ТО «Имранагра» мы ничего не имеем. Пусть люди работают. Мы, рабочие из треучастка, с приходом ТО «Имранагра», только второй год начали работать. Стабильно получаем зарплату. В этом году получили зарплату, которую никогда прежде не получали. Мы выбираем ТО «Имранагра». Уважаемая неоцептивная группа, почему вы выступаете от имени жителей села? Мы вас не избирали и не нужно от вашего имени выступать. Мы запрещаем вам. Мы выбираем ТО «Имранагра». Акеша у Мурсерика. Уважаем внимание, что основные жители села собрали подписи, чтобы наше ТО оставалось. Отдельные жители села, которые якобы представляют интересы основной массы, портят нашу репутацию. Хотел остановиться на тех лицах, которые 25 сентября организовали самоуправство и заплатили имущество товарищества. Эта же группа представляет вам ложную информацию, всячески портят нашу деловую репутацию. Работа пекарни и разводка питьевой воды была приостановлена всего лишь на один день. 13 октября итог по согласованию с представителями местных сообществ и инициативной группы. И остановка она была с целью передачи социально значимых объектов для передачи новому инвестору. Но так как 13 ноября новый инвестор не представился, с 14 ноября мы возобновили работу всех вышепомянных людей. С 5 октября ими ставится вопрос о приходе нового инвестора. Но по настоящее время нового инвестора никто не предоставил. Но несмотря на это, мы со своей стороны в рамках социальной ответственности бизнеса продолжаем свою деятельность в рамках поддержания сельского жительства. Информация в видеоролике этих лиц с обращением к президенту республики Казахстан Тукаеву Касымжамарту Кемельевичу не соответствует действительности. Мы взаимодействуем. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...